добрый вечер дорогие друзья кипр август у нас запись дегустации текилы на кипре очень сильная жара аномальная жара и поэтому не выдерживает электричество у нас сейчас отключилось электричество отключился кондиционер нету света и мы пишем видео мы пишем дегустацию как они хоты килы что я знаю про ках они хоты килу это то что это текила выдержалась два года в американских бочках мне интересно стало попробовать я крайне редко использую дегустирую они ха потому что я в свое время продегустировал очень большое количество текилы к сожалению не на видео и вот я выбрал вот эту самую лучшую текилу вы можете увидеть она карлад же если не ошибаюсь называется такой форме короны очень красиво очень интересно она уже чем-то мне напоминала виски то есть вот вкус и вкус чувствуется что основа это текила она вот выдержана уже в бочках уже переливается знаете после вкусе вкус уже так ну очень было интересно и после этого я понял что я лучше не встречала неха и поэтому я как-то перестал дегустирую но мне стало интересно а и что еще хочу сказать вот кроме того что за черный череп они пишут что еще в глазницах черепа еще черепа и считается что вот именно вот в ках ониха самое большее количество черепов ну может вам это было интересно мне было это интересно узнать текилу сложно открыть поэтому я опять с ножиком для вина и сейчас буду поддевать и открывать есть теперь открываем со мной мой любимый бокал кристофли с которого я люблю дегустировать виски наслаждаться и из которого я даже вот такая маленькая пробочка давайте вот чтобы было видно название как надеюсь видно а еще мне нравится что это текила все-таки доливаю всю ее 50 грамм в отличие от новых образцов виски которые приходят по 20-30 грамм все-таки они меня больше раздражают чем вызывают наслаждение виски оставляю с нами уже пустую бутылочку текилы значит аромат сладко-медовый аромат с ощущением перца то есть аромат хороший текилы но вот если бы мне ее налили вот и далее ну слепое тестирование сказать я бы не сказал бы что это них я бы сказал что три посада то есть нету каких-то знаете таких вот более глубокого аромата более густого аромата вот обыкновенный аромат текилы репосадов кстати на канале мы дегустировали как репосада и вот вы вот здесь можете увидеть там сравнение было с коса мигас я опять купил коса мигас у нас еще будет коса мигас повторная через два года дегустация испортилась ли это текила или нет но еще пока не писали я вот могу сказать хороший аромат репосада вот аромата а нех от того чтобы я ожидал переливчивый густой аромат интересный аромат здесь что я ощущаю ощущаю даже если мы вдыхаем аромат хороший качественный силвер текилы мы ощущаем что-то наподобие черного перца здесь есть черный перец здесь есть медовая с медово-ванильная сладости еще плюс мы знаем что ваниль дает бочки американские бочки то есть вот такая медово-ванильная сладость и есть но есть аромат текилы ничего больше то есть мне кажется что аромат для они х для двух лет честно говоря не стоят своих денег за что я не люблю они ха текилы и вот по вкусу если по глотку чувствуется что-то не ха текила это за то что они всегда будут в 90 процентах вот то есть и не брать кого джи текилу я возможно неправильно произношу для людей которых очень важен pronouncing прошу простить значит это то что они очень перченые при глотке ты глотаешь и ощущение что это вот что-то с красным перцем то есть я не могу сказать что это водка с красным перцем это будет пошло и абсолютно неправильно но вот что это такие вот назовем что это хорошая текила с красным перцем вот что такое то есть очень острый глоток причем очень перченый глоток ты ощущаешь реально ну тут я ощущаю реально что-то наподобие черно-красного перца такого знаете смеси черного с красным и вот здесь при глотке это абсолютно ощущается и мне это абсолютно не нравится во всей текиле онеха и вот повторюсь еще раз только в одной я этого не замечал поэтому по глотку действительно ощущается что это онеха давайте подробнее про глоток да вот продробнее сказать ну вот первый глоток вот никогда ты глотнул это реально текила с красным черным перцем то есть такое ну я не могу сказать что супер обжигач ну реально вот такая вот смеси красно-черного перца выдержана недолго что ты чувствуешь перец но он не такого чтобы уже там все у горла обожгло и капец потом приходит по после глотка когда ты уже повторно глотаешь уже там слюной это все то приходит такое вот текильно сладкое я бы даже сказал вот я читал такое выражение это запеченная агава вот что-то я бы сказал что у меня напоминает это запеченную агаву вот такой вот запеченной агавы вкус появляется перечность она потихоньку уходит остается такой вот ванильно перченая с хорошего баланса еще с оттенком кожи такой вот я бы даже сказал табака все-таки такого табака на языке для любителей текилы онеха я думаю что это будет интересно попробовать для меня как и человека который очень любит репосада любит репосада потому что он для сладкой для сладкой для жаркой погоды подходит потому что репосада очень хороший баланс сладости баланс текильности назовем и то мне она ну вот она мне не очень нравится в этом плане и ну точнее даже будем честно мне они вообще вся не нравится вот кроме одной текилы которую я уже назвал несколько раз в этом видео и поэтому мне как тоже не нравится я бы вот я бы вам советовал вообще вот перейти на репосада если вы любите просто такую вот простую silver текилу назовем его которую прозрачную то я бы вам советовал у меня есть мелагра вот вспоминал название мелагра против патрона вот здесь вот видео и вот я до сих пор считаю что мелагра это самая лучшая текила в цена качество она у нас на кипре была 25 евро за 07 потом 27 сейчас 29 евро за 07 я считаю что эта цена идеальна я когда меня попросил подписчик записать видео про текилы я даже хотел купить такую определенную линейку сидвер текил и продегустируя сравнить ее с мелагра потом посмотрел что самая первая silver текила которая мне ну вот хочется купить это коса мигас и она стоит порядка где-то 65 евро за бутылку а вторая текила мне хотелось литровую купить текилу такая красивенная там на крышка такая как черепа черепа нарисованы она стоила уже 85 евро за литр я вдруг подумал что я вот из водки я выбрал grey goose я считаю что grey goose это самая лучшая водка и это вот но считайте что у нас есть new spirit вот new spirit назовем grey goose это как new spirit и new spirit он сейчас на кипре стоит 35-40 евро за литр и я вдруг подумал что ну тогда зачем отдавать деньги более большие когда в принципе ну grey goose сделано зерновых да текила сделано просто на голубой но в данном случае текила именно сделано на голубой агаве она тогда не стоит этих денег и поэтому я решил честно говоря не покупать а купить лучше еще виски поэтому она будет 2 текилы в августе выйдет на канале в спонсорском контенте и в сентябре выйдет в общем контент друзья мне как не понравилось я бы вам не советовал но дело ваше если вы любите онеха текилу тут наверное даже можно попробовать оставайтесь с нами напишите если вы дегустировали мне интересно ваше мнение ставьте лайки оставляйте комментарии до новых встреч подписывайтесь